Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летость». Сегодня 19 июля. В этот день в истории нашего Отечества. В 1485 году итальянский мастер Антон Фрязин заложил на Москве-реке старейшую из башен Московского Кремля – Тайницкую. В 1696 взятием русскими войсками турецкой крепости Азов завершились азовские походы 1695-1696 годов Петра I. В 1754-м родился Прохор Машнин, вошедший в историю как преподобный Серафим Саровский. В 1796-м родился Никита Муравьев, декабрист. В 1918-м вступила в действие Конституция РСФСР. В 1930-м правительство Финляндии депортировало лидеров финской компартии в СССР. В 1941-м указом Президиума Верховного Совета СССР наркомом обороны назначен Иосиф Сталин. В 1980-м в Москве открылись 22-е летние Олимпийские игры. 19 июля 1696 года русские войска взяли турецкую крепость Азов. В 1695-1696 годах Петр I предпринял два похода с целью овладеть турецкой крепостью Азов. Целью молодого царя был выход к Южным морям. Азов на этом пути играл ключевое стратегическое значение. Первый Азовский поход начался весной 1695 года. Русскую армию возглавляли Патрик Гордон, Франц Лефорт, Федор Головин. В этом войске в звании бомбардира был и сам Петр I. Тогда же поместная конница под командованием Бориса Шереметьева с запорожскими казаками выдвинулись в Крым с тем, чтобы отвлечь крымские войска в низовьях Днепра. Во время этого похода штурм крепости закончился неудачей. Кроме того, Азов не удалось блокировать с моря. Осада была снята, в октябре русские войска отступили. Подготовку ко второму Азовскому походу Петр I начал создание флота. Суда, построенные в подмосковном Преображенском, по образцу полученному из Голландии, разбирали, везли в Воронеж, где снова собирали и спускали на воду, на Дону. Были сооружены два крупных корабля, 23 галеры и более 1300 стругов, барок и мелких судов. Адмиралом флота был назначен Лефорт. Одновременно с постройкой флота были сформированы сухопутные войска во главе с единым командующим, генералиссимусом Алексеем Шейным. В низовье Днепра вновь направилась конница Шереметьева. В мае 1697 года армия Шейна, флот под командованием Лефорта и Галерная флотилия во главе с Петром I достигли Азова. Русский флот вышел из Дона в Азовское море. В конце мая, начале июня, началась осада крепости. Интенсивные бомбардировки превратили Азов в дымящиеся руины. Турецкий флот не смог оказать помощи осажденным. Осознав безвыходность своего положения, 18 июля турки вступили в переговоры о капитуляции. Рано утром, 19 июля, офицеры сдали знамена. Гарнизону предоставили свободный выход из города с семьями, имуществом и легким оружием. На лодках турки были доставлены к кораблям своего флота. В покинутой крепости русские обнаружили большой запас продовольствия и вооружения. В честь взятия этой крепости была выбита медаль с изображением Петра. Надпись на ней гласила «Молниями и водами победитель». Азовские походы положили начало русскому флоту. Кроме того, эта победа способствовала заключению Константинопольского мира 1700 года, который открывал Петру Первому возможности для начала боевых действий на Балтике. 19 июля 1754 года в Курске в семье купца родился Прохор Исидорович Машнин, вошедший в историю как преподобный Серафим Саровский. Уже в юности у Прохора возникло стремление всецело посвятить свою жизнь Богу и уйти в монастырь. В 1776 году он совершил паломничество в Киев, в Киево-Печерскую лавру. Там старец Досифей благословил его оставить мир и указал ему место, где он должен был принять послушание и постриг – Саровскую пустыню. В 1778 году стал послушником у старца Иосифа в Саровском монастыре в Тамбовской губернии. В 1786 году принял монашество и был посвящен в Иеродьяконе. В 1793 году рукоположен в Иеромонаха. В 1794 году преподобный Серафим стал жить в лесу в келье, в пяти километрах от монастыря, в полном уединении. Носил одну и ту же одежду зимой и летом, сам добывал себе пропитание в лесу, мало спал, ежедневно подолгу молился. В его житии рассказывается, что к нему повадился ходить медведь, которого преподобный кормил хлебом с рук. Осенью 1804 года преподобный Серафим подвергся нападению разбойников, которые жестоко избили святого. После этого случая он мог ходить, только опираясь на клюку или топорик. В 1810 году он возвратился в монастырь, но ушел в затвор до 1825 года. После окончания затвора принимал многих посетителей из монашествующих и мирян. Его посещали также знатные люди, в том числе царь Александр I. Всех, кто приходил к нему, он встречал словами «Радость моя». Скончался преподобный Серафим в 1833 году в Саровском монастыре во время коленопреклоненной молитвы. Народное почитание батюшки Серафима началось задолго до его канонизации, еще при его жизни. Однако его официальная канонизация состоялась только в январе 1903 года по настоянию Николая II. 17-19 июля 1903 года состоялись грандиозные торжества прославления и открытия мощей преподобного Серафима Саровского в Саровской пустыне. В них приняли участие император и его семья, а также около 150 тысяч человек. В Сарове император и императрица молились о даровании им наследника. Долгожданный сын родился у них через год – 30 июля 1904 года. 19 июля 1796 года в дворянской семье в Москве родился Никита Муравьев, будущий декабрист. Образование Никита Михайлович получил в Московском университете. С 1813 года находился на военной службе. Он участвовал в заграничных походах русской армии 1813-14 годов в сражениях под Дрезденом и Лейпцигом, затем жил в Париже. По возвращении в Россию Муравьев вместе с будущими декабристами слушал курс политэкономии и самостоятельно изучал литературу по экономике, праву, истории. Муравьев стал одним из создателей в 1816 году тайной организации декабристов. Сначала он принимал участие в масонских ложах, затем основал тайное политическое общество «Союз спасения», в который вошли масоны разных лож. Вместе с Сергеем Трубецким Муравьев участвовал в создании устава «Союза благоденствия» «Зеленой книги». После формального распуска «Союза благоденствия» в 1821 году Муравьев создал новую организацию «Северное общество». Одновременно руководитель Южного общества Павел Пестель ввел его в руководящий орган этого общества – директорию. В этом же году Муравьев разработал первый вариант Конституции. Согласно ему, Россия должна была получить федеративное устройство. Император должен был стать лишь верховным чиновником российского правительства, а законодательная власть принадлежать Верховной Думе и Палате народных представителей, то есть двухпалатному парламенту. Чины и сословия по Конституции уничтожаются, все граждане должны быть равны перед законом. В самом декабрьском восстании 1825 года Муравьев не участвовал, так как находился вне Петербурга. Но, тем не менее, как участник тайного общества был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Верховным уголовным судом он был осужден на смертную казнь, замененную 20-летней каторгой. Позже наказание было сокращено до 15, а затем и до 10 лет. Муравьев отбывал каторгу в Читинском остроге, затем в Петровском заводе. Оттуда он отбыл на поселение в Иркутскую область. Там он занялся сельским хозяйством, построил мельницу. Известно, что в Сибири Муравьев писал политические сочинения и мемуары. Но после нового ареста его соавтора, декабриста Михаила Лунина, в 1841 году все уничтожил. 19 июля 1980 года в Москве открылись 22-е летние Олимпийские игры. Церемония торжественного открытия игр 22-й Олимпиады состоялась на большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина в Лужниках. Музыкальной эмблемой Олимпиады стала праздничная у вертюра Дмитрия Шостаковича. По стадиону двигались древние колесницы в сопровождении юношей, одетых в античные туники. Идущие следом девушки в нарядных платьях окружали пять олимпийских колец, эмблему Олимпиады. Согласно традиции парад участников открывала спортивная делегация Греции, страны, подарившей миру Олимпийские игры. Завершала это шествие делегация Советского Союза, страны-организатора. Огонь Олимпиады горел на большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина с 19 июля по 3 августа 1980 года. На протяжении 15 дней в Москве, Киеве, Ленинграде, Минске и Таллине состязались лучшие спортсмены мира. Все это время с участниками соревнований был добрый талисман игр, улыбающийся медвежонок. Специально к Олимпиаде было сдано в эксплуатацию 78 объектов. В Москве над Малой ареной Лужников появилась крыша. Неподалеку расположился универсальный зал «Дружба», похожий на морскую звезду. В Крылатском был построен великолепный велотрек, а рядом асфальтобетонная велотрасса. На проспекте мира появился спорткомплекс «Олимпийский». В Останкино срочно достроили Олимпийский телерадиокомплекс. За месяц до Олимпиады открыли крупнейший в Европе спорткомплекс «Измайлова» с манежем для тяжелоатлетов, а под одной крышей комплекса ЦСКА – футбольное поле и легкоатлетический манеж. В 22-х Олимпийских играх приняли участие спортивные делегации 81 страны, общей численностью 8 310 человек, в том числе 5 748 спортсменов. Из-за бойкота, связанного с вводом советских войск в Афганистан, на московские Олимпийские игры не прибыли спортивные делегации США, ФРГ, Японии и некоторых других стран. Игры смотрели по телевидению в 111 странах. Было разыграно 203 комплекта медалей по 21 виду спорта. Установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Призерами Олимпиады 80 стали спортсмены 36 стран. Советские спортсмены завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней.